Ну, там, что у этого Усаньянга, что у этого объектива, он назывался это Остробой. Это называется Звездный мальчик в переводе, Остробой. Он с этим, с подвесом, с электронным был. Там такой вот подвес, он вот так вот моторчиками ходит. Ну, в идеале он следит смещение неба и идет вот за это, за Звездой, чтобы она была все время в одной точке. Вот эти трубы я видел просто сама-то, вот так вот, лишь контент, без ничего. 17 тысяч стою его, да? Ну, типа того, да, можно хорошую, но взять, не поразовались, вот, почти три глаза, просто трубатель используется, без ничего, то есть, поднимал. Ну, я туда заходил. А потом счет уже со самому ляпать. Это просто заказ, заказ через... А сейчас, я не знаю, сейчас уже все. Я бы сейчас в учебу вообще не сталкивать. Ну, вот этот вот Carl Zeiss UltraZoom, вот этот Sony, который 50-кратный, вот такой вот, ну, мыльница, как бы она считается по матрице, по размеру матрицы. Она четче картинку даст, чем вот эти вот объективы, вот эти вот, большие. Там она, у нее фокусное расстояние 1200 миллиметров, где-то, эквивалентно. Ну, а так, где-то, у нее 4,5 миллиметра фокусное расстояние и до 100, по-моему. Это потому, что там матрица маленькая. Там оно, вот, не 26, вернее, сколько там, 26 на 16 миллиметров, да? Вот эта APS-C матрица, такая вот. А там одна на 2 третих дюйма, 1, деленная на 2 третих дюйма, там вообще 6 миллиметров на 8, по-моему. 7, 25 миллиметров, 25 миллиметров. Да, 2 сантиметра 54 сотых, ну, 25,4 миллиметра. И вот у этой Sony размер матрицы, где-то 8 миллиметров на 6, то есть там маленькая очень матрица. Поэтому она мыльницей считается. А вот эти вот зеркалки, беззеркалки, у них там, может, и фулл-фрейм матрица, и APS-C матрица быть. Фулл-фрейм она вообще 36 миллиметров на 24. А вот, крупная вообще матрица. Сейчас они 300 тысяч стоят, без зеркалки Sony, с фулл-фрейм матрицей. Sony A7 называется. Консервы сейчас. Сейчас вот хорошо, что интернет не дорожает, да? 400 рублей в месяц отливание. Проводной интернет. Может, и подорожает, да? Да. А так у меня 25 объективов где-то было. Крутоаппарат. Короче, серьезно смотрят. Да. Ну, не серьезно, любительское. Любительское. Там, если бы серьезно было, объективы были бы не по 5 тысяч, а по 100 тысяч. А так у меня объективы по 5 тысяч есть. А так у меня объективы и по 5 тысяч есть. Самый дорогой, может, 8-10 стоил. И я их обычно покупал на авиа, чтобы сэкономить. Ну, оптика, объективы не биты, не поцарапаны. Все равно, что новости, что ли. Там даже один этот вот фотограф доказывал, что если поцарапать объектив, то картинка не очень сильно портится. Он даже вот брал кирпичом царапал и снимал потом, что до картинка, фотография была, что после, примерно одно и то же. После жирными руками, без оля подъезда, оно испорчится. Да. Это уже сказывается. То есть, зависит от площади. Нет величины, нету, 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 нету. А именно от площади вот этого. А карандаши, карандаши продаются такие, чтобы объективы чистить. Я тоже бинокль хотел купить. Облеон. Не слышал такой? А, Оливон, да. Они бы мне обошлись в 1800, а сейчас он 5000 стоит.